В 2016 году Айза Анохина поделилась с подписчиками в соцсетях ужасной историей, у телеведущей обманным путем отобрали бизнес, салон красоты AI Lab. По словам звезды, она была не просто лицом салона, но и его совладелицей, однако из-за того, что не все документы были оформлены надлежащим образом, осталось ни с чем. Эта история послужила серьезным уроком для бизнес-вумен. К счастью, она успела запатентовать название бренда и открыла новый салон. В прошлом году Алена Шишкова дала интервью, в котором рассказала о прекращении сотрудничества с подругой и партнером Ириной Кирсановой. Девушки несколько лет назад вместе основали бьюти-бренд и салон красоты Wired Star. Изначально у бренда было три соучредителя, все, что мы делали, было полноправно, и финансирование тоже было равное с трех сторон, моей, Ирины и ее мужа Дениса, но меня не устроили некоторые моменты, поэтому я приняла решение прервать сотрудничество, единственное, я попросила оставить бренд за мной, но оказалось, что он обманным путем был полностью оформлен на Иру, объяснила суть конфликта Шишкова. Алена обратилась к адвокатам и пытается добиться справедливости. Три года назад проблемы с бизнесом начались и у бывшей участницы дома 2 Элины Камирин. Звезда со своей подругой и партнером Екатериной вела два проекта, журнал Kids Family Club и агентство зарубежной недвижимости и путешествий. Однако вскоре у девушек возникло недопонимание из-за финансовых сложностей. После того, как задолжавшая крупную сумму денег Екатерина перестала выходить на связь, Элина решила вынести конфликт в публичное поле и рассказала о случившемся журналистам. Она попросту кинула меня, заблокировала в WhatsApp, поделилась Элина в интервью Стархиту. Катя должна мне 300 тысяч рублей, но, судя по всему, не собирается возвращать эти деньги. Я не знаю, как мне жить дальше, ведь из-за этой ситуации я осталась без копейки, к счастью, у меня еще есть ювелирная компания Камвайн Шайн. Девушки работали вместе более двух лет, однако после неприятной истории их отношения окончательно испортились. Конфликты с партнерами по бизнесу возникали и у Примадонны. В 2016 году Алла Борисовна подала в суд на выпускницу фабрики звезд Ирсон Кудикову. Девушка занимала у Пугачевой крупные суммы на развитие детской школы талантов, которую они основали вместе, однако не торопилась возвращать долг размером 26 миллионов рублей. Закон оказался на стороне Примадонны, и ее напарнице пришлось вернуть средства в полном объеме. По информации СМИ, чтобы исполнить решение суда, Кудиковой даже пришлось отдать артистке свою квартиру. Ксения Бородина, как и многие другие знаменитости, не стала замалчивать конфликт, когда у нее начались проблемы с партнерами по бизнесу. На своей странице в социальной сети телеведущая опубликовала пост, в котором рассказала о произошедшем. Я больше не имею никакого отношения к магазину Бородина Шоп. Ни сайт, ни шоурум, ни страницы в инстаграме. Судя по тому, как люди повели себя со мной, после того, как я с нуля поднимала этот бизнес за счет своего имени, фотосессий, как я добросовестно ездила по фабрикам, искала материалы, беременная ходила по фабрикам и искала ткани, договаривалась с людьми о пошиве одежды, как я придумывала каждый образ и с любовью готовила луки для вас, они посчитали, что я не заслужила ничего. Меня обманули. Написала звезда. Фото инстаграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова